здравствуйте мои дорогие сегодня я решила показать вам свое достаточно большое количество покупок потому что скоро придут все мои заказы 11 ноября их поверьте мне очень много и чтобы не делать кучу малу я решила вам все это показать и заодно вот я в израиль у нас пришел пришла осень наконец я создала такой небольшой натюрморт у меня такой вот галушек есть и старые мои бусинки разбросала они мне еще пригодятся в нашей распаковке поговорить о кое-чем первая позиция моя это флизелин просто мне лень выходить магазины да они были закрыты у нас очень долгое время и я заказала такой серый флизелин я знаю что жанна панцирова она на фетр когда делает брошки чтобы легче было рисовать все размечать вот такой флизелин вот я нашла серый есть такой черный и белый но белый меня есть из моих старых запасов а вот серого не было поэтому я его заказала фурнитура я вообще люблю серебро но в этот раз я решила заказать немножко золото потому что есть камни а я вдруг нашла у себя такую склонность камням натуральным наверно возраст уже требует золото все-таки но не простого золото а такого немножко черненого и вот вот такие вот крючочки такие закрывал окончание ожерелье и бус всего браслетов они именно из черненого золота я их купила по наводке ирины шай давай и они достаточно дешевые видите сколько их в мешочке и вот они очень хорошие они хорошо закрываются и красиво смотрятся богато смотрятся сейчас я вам покажу более резко надо резкость навести вот видите они немножко такое черненое золото красивые красивые хорошо сделанные мягенькие такие в смысле хорошо закрываются я довольна этой покупкой и их много я даже не стала считать по моему их здесь сорок пять штук сорок пять штук упаковки хватит на долго долго что я очень довольна этой покупкой придется к ним закупать теперь золотые бусины фурнитуры но по-моему я это уже сделал 11 ноября ну вот я вернулась и сразу надела чтобы не испытывать ваше терпение лишний раз вот смотрите вот так вот так бусина и вот такой вот это кольцо могу сказать а я не одела поэтому криво мне кажется не поняла сейчас секундочку вот ровненько и я мне нравится такая форма необычная вот поэтому я купила вот эти вот маленькие бусинки это это может очень хорошо смотреться в каком-то ожерелье и вот такие вот дисков всего пять упаковки я купила две упаковки но не знаю на что они рассчитывали наверное две поставить в ожерелье одну в кулон и две на сережке может так можно две в ожерелье поставить вот такие красавчики серебряные я говорилось они конечно не серебряные а под серебром но вот это всем известные кокосовые бусины даже особо вытаскивать не буду маленький купила такие коричневые 4 миллиметра и вот тут не очень много они видно очень хорошего качества потому что обычно их продают побольше в количестве очень большом и вот моя удачная очень покупка 200 штук купила и как вы там увидите ссылка уже сгорела нету их больше это такие проставочные тоже диски с цирковыми но цвет у них очень красивый это бронзо бронзовые проставочные диски это не медь это бронза вот такие вот проставочные диски опять же нет у нас фокуса вот есть посмотрите какая красота какие они красивые и сейчас мы попробуем с бусиной посмотреть как они смотрятся ну прям для этой бусины и можно делать вот у меня есть еще немножко этих бусин красивых но я заказала бронзит и в общем-то эти диски я заказала для бронзита и тоже очень красивый камень коричневый а можно и такие бусинки будет туда тоже применить это чёрское стекло у меня очень очень древние двадцатилетние давности бусины остались прям винтаж уже вот так красиво да мне нравится я очень довольна их много этих дисков проставочных в каждом пакете по 100 штук я заказала 200 был вот такой 200 но это упаковали отдельно очень хорошо упаковали вот каждый в отдельном своем мешочке каждая сотня следующее это и цветочки но я их заказала в общем-то для броши бохо я делала иногда как настроение я делаю броши бохо и они очень хорошо впишутся туда вот букет этот который мы составляем обычно в брошах бохо посмотрите какие бронза и сеть под серебро и очень хорошо прорисованные они чудесно прорисованные они могут быть и проставочными бусинами но что у них вот задняя часть видите какая не очень поэтому используйте как проставочные можно сверху тут может шапочку одеть тогда будет как такая вот цветок такой а в принципе они только вот спереди хорошо смотрятся но меня это устраивает я хочу сшить их в броши поэтому как раз то что нужно получилось и получила я то что заказывала то я получила и тоже достаточно много их тут по моему по 30 штук не помню тоже будет написано в описании и последний из фурнитуры это замочек что-то я розовый кварц там мне понравился розовый бусы в розовых цветах хотя такой обычно не ношу но вот я заказала уже всякие бусики даже некоторые пришли уже из них и заказал такую застежку такого старого древнего типа видите вот такая вот защелочка у нее ретро когда-то у моей мамы были такие бусы но лет уже 40 назад а то и больше у нее три у нее три выхода на стеклянная конечно это не камень натуральная может и натуральный написано натуральный но я не очень верю то что стоила на недорого еще бы посмотреть как это фурнитура будет себя вести со временем или не потемнеет не знаю поэтому я и дам там отлежаться месяц-другой у нас это как раз влажный период наступил и посмотрим как она себя поведет если поведет хорошо честь и хвала следующее что хочу вам показать это стразы я копалась у себя в своих эскизов своих зарисовочках и вот нашла такого пингвина у нас правда зимы не бывает но что-то мне захотелось он меня зацепил у меня я еще пририсовала но вот этот меня зацепил поэтому этого я вам и показывал он большой конечно надо его уменьшить и под этого пингвина я тут же заказала себе стразы стразы чтобы вышивать пингвинов пришли пока только белые и черные не пришли но пришли еще и серые я заказала я что-то решила сначала вот такие заказать серые они не открытые но это обычные стразы недорогие такие вот попроще белые они видите маты но такие как называется мастик да по мастик как жвачка они не не с блеском эти с блеском серенькие но я заказала еще вот такие вот матово-черные должны прийти и начну пингвинчика вышивать а вот пришла а нет не пришла это у меня на борту пришел ладно но я заказала вот вот такого типа черные стразы все-таки покажу вот такого типа черные вот прям вот вот такие вот глубоко черные непрозрачные стразы и всех размеров пингвинов а это я заказала риволи микс 8 миллиметров совершенно обычные я не стремлюсь здесь какому-то качеству потому что как я вам уже говорила я вышиваю идеи они не что-то на продажу это больше на подарки у меня все это идет поэтому я не считаю что мне надо вкладывать большие деньги я учусь и для себя это как хобби теперь я вот заказала увидел что у меня почему-то овалов очень мало одни капли 10 на 14 овалы очень хороший микс красивый микс и в этом миксик моей радости много зеленых цветов а то у меня уже зеленые для листиков ну совсем закончились и здесь как раз много всех оттенков зеленого разного темно-зеленые вот я вижу вот изумрудные травянистые травяно-зеленые темные глубокие и травяно-зеленые они черные вот здесь уже есть так что пингвинов уже можно начать вышиваю видите сколько зеленых синие очень красивые цвета ну и так далее не буду открывать все красный один вот еще куча зеленых очень хорошо фиолетовый один есть какой оранжевый оранжевый хороший микс их тут 20 штук вот таких и еще 20 штук 8 на 10 но те же цвета даже вот здесь розовые яркие которые я не очень люблю но тоже есть и зеленые тоже есть опять же всех расцветов хорошие цвета хорошие стразы следующие стразики но это тоже всем известные тоже не буду открывать 5 миллиметровые жемчужинки у меня уже был такой набор но у меня кончили зеленые и красные вот здесь как раз как раз их не очень много но есть есть можно будет выбирать еще потому что да и розовые хорошо идут эти эти они очень красивые они плоские хорошо пришиваются 5 миллиметровый но мне кажется почему-то что не меньше но них продали за 5 миллиметров мне кажется что они 4 ладно тоже не важно хорошо и еще одни стразики вот оранжевые маленькие захотелось мне апельсинов повышевать 3 миллиметровые красивые красивые фразики покажу если фокус поймает мой телефон что-то он сегодня капризный да поймал вот видите какие оранжевые прям сок сок аж прямо ой у меня слюна пошла я вот думаю про апельсиновый сок кисловато-сладкий очень вкусные и стразы такие же вкусненькие 3 миллиметра этих стразиков их тут 100 штук так что на апельсинки хватит вы помните мою шляпу ну вот к ней я заказала такую стразовую цепочку коричневую кто смотрел предыдущие видео знает что купила себе шоколадную шляпу очень красивую и шарф хочу вышить ее хочу забезьяничать и взяла идею о брил аксессорис и вот такая вот коричневая очень красивая стразовая цепочка да ну вот я ловлю все время фокус вот такая я сижу возле окна может не очень видно что она коричневая но она коричневая и еще сегодня как раз мне пришла одна посылочка прямо в ящик бросили вот такая коричневая с жемчужинками с жемчужинками видите вот там там где эти жемчужинки там есть в золотой в основном все оправе а я не люблю золото и вот это была серебряная единственная вот я ее заказала жемчужинки коричневая а это вот видите это коричневая в коричневой оправе поэтому она меня вполне устраивает они могут очень хорошо вместе на моей шляпе сочетаться еще из стразовых цепочек опять же вот это вот моя находка мне она очень нравится она лучше всего подходит ко всем и затем у них нет базы ни золотой ни серебряной они в своего цвета базе идут и это прекрасно зеленые такие купил сочки красивые красивые и в зеленых цапа главное голубые такие же как у темно-голубых сейчас покажу вам вот это вот светлые голубые видите цапы темные светло-голубые видно уже и китайцы уже на на светлые цапы уже все у них сил не хватило и такие же не знаю в китае делать это все и не в китае но во всяком случае тут они сэкономили на на металле на окраске металла и в таких же точно цапах темные посмотрите какая разница а цвет цапы один и тот же практически вот видите и но все равно красиво их можно сочетать вместе они очень хорошо смотрятся это морская волна и светло-голубой navy blue написано небесно-голубой красивые цапы и красивые стразовые цепочки ну а теперь перейдем к самому главному я накупила много бусин они все но не все еще пришли конечно но многие пришли начну со стеклянных бусин дополнение к моим вышивкам вот такие зелененькие я купила желтенькие и красные то есть основные цвета синих не было было бы синие купила бы rgb красные желтые и синие основные цвета художника но синих не было были зеленые такие или синие были голубые некрасивые а вот я купила вот такие и вспомнила вот когда их получила я вспомнила про свои вы помните вот эти вот мои мало хитовый вуз и вот они с ними могут как раз подойти но все равно не маленькие эти 4 миллиметра эти вообще 2 миллиметра но я постараюсь еще очень придумать я вам потом покажу чуть чуть позже что у меня есть вот такие это стеклянные бусины хорошего качества и у них очень хорошая дырочка мне очень нравится и не буду их сейчас снимать с ниток мне очень нравится что у них сейчас попробую вам показать все равно сейчас найду опять свой фокус он у меня убегает ну неважно в общем у них очень хорошие дырочки и мягкие дырочки то есть не как у некоторых стеклянных бус бывают острые края у них края не острые у них края как раз то что надо сейчас попробую еще раз еще один еще один эксперимент сделаю не получится нет они такие закруглененькие вот видно вот еще чуть-чуть еще чуть-чуть поймаем не фокус вот поймал закругленные края внутрь туда и поэтому очень хорошие эти бусины я довольна этим бусинами и теперь натуральные камни или не натуральные еще еще не натуральные такие вот я заказала у меня есть вот такие бусины сиреневые очень давно я люблю сиреневый цвет мне он идет меня много одежды когда-то было сиреневый цвет я немножко уменьшила сиреневых своих детей но неважно и я заказала к ним вот такие вот бусы и когда они пришли мне показалось что они не подойдут они что-то очень вы показались мне темные сейчас я сижу на свету и ничего ничего да могут подойти такие рондели но по моему они все-таки из натурального камня я не знаю не могу вам точно сказать они холодные 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 может натуральный камень но там что-то не написано или я не написала себе из чего они посмотрите в описании очень красивые хорошо сделанные рондели и главное у них они очень такие тоже игра огранка очень приятная очень приятная не грубая огранка такая знаете с острая а вот она такая мягкая их приятно держать в руках и они не обычные рондели а такие немножко с плоской поверхностью вот вот здесь вот у них немножко плоскости есть можно посадить очень красиво на на проставочные диски какие-нибудь вот я вам говорила что я к розовому вдруг иссытываю страсть и мне пришли вот такие винички бус вот вот это марганит розовый марганит его плохо видно плохо видно что он розовый но когда но в сочетании но издали когда смотришь на него он до розовый он розовый такой вот марганит и 3 миллиметра и к нему я заказала такой матовый камень называется зебра зебра он тоже очень мягко мягко розовый вот такие красивые бусы мне очень понравилось что эти матовые а эти блестящие но по-моему я заказала еще кое-что сюда поищу еще в своих запасов а запасов у меня немало и вот эта застежка ожидаемо не подошла не подошла на моим бусом как вы видите не очень не смотрится вместе придется ее отложить до лучших времен может что-то к ней подойдет еще я заказала такие бусины лэмп ворк они такого янтарного цвета но что у них хорошо они с такой черной полоски то есть они могут подойти и к вулканической лаве но 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 где дырочка вот дырочка смотрите какие красавчики видите какие они внутри красивые золото внутри они очень украсят вулканическую лаву и вообще любые черные бусины потому что у них вот есть вот это вот черная такая полоска и вообще сейчас заметила на алиэкспресс очень много вот бус вот со всеми всякими такими вот интересными черными вставками и вот я нашла у себя вот таких вот три бусины вот такие вот квадраты как раз они очень хорошо будут смотреться с черными и если я вставлю вот эти вот бусины вот у меня всего три штуки к черным каким то посмотрите какая красота получится бусин этих тоже совсем немного всего 10 штук 8 миллиметров они но я ими очень довольна они действительно очень очень красивые внутри прям загадочные какие-то давайте еще раз поймать вот поймал посмотрите какая красота какие они внутри прям загадочные загадочные бусина здесь будут воздушные шарики еще такие вот очень красивые очень очень мне нравится и надо срочно заказать черную фурнитуру я не вижу в другой фурнитуре в черное с черными бусинами и вот с этими добавками они будут очень очень интересно смотреться ой 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 надо срочно бежать в корзину класть черную фурнитуру побольше ну и последние бусины на сегодня что я на сегодня не пошел не бусин но это последнее что я получила посылку это вот такие вот шикарные тибетские бусины со вставками граненые бусины граненые очень мягкая огранка и заметила ее вот в этой вот вставке но потом присмотрелась очень хорошо сами бусины тоже граненые посмотрите какая прелесть они конечно больше летний сейчас на зиму и не знаю как они подойдут но может быть белые водолазки да подойдут они конечно написано просто что это огненные тибетские бусины ну наверно в огне делают посмотрите они с трещинками такими очень красивые очень такие знаете когда делать традиционные какие-то украшения в какой-то ориентационной манере ориент это называется вот они да и еще к ней мне заказала речные речной камень бусины из речного камня белые у них есть очень мало мало таких вставочек основные чисто белые ну вот попадается вот видите одно я нашла и вот такие бусины и 4 миллиметровые тоже вот я решила что я сделаю вместе и хотела их сделать золотыми золотой фурнитурой сейчас вот я на них так посмотрела ну не знаю или золотая подойдет вот у меня есть вот такие вот бусины вот золотые они сюда как-то не очень вписываются не очень они вписываются не нравится надо будет подумать скорее сюда подойдет бронзовая фурнитура я и вот эти бусины собственно говоря вытащила вот как-то их сюда вот вписать а мне показалось что они должны вот вписаться у них есть что-то вот такие же мотивы но не знаю не знаю посмотрим получится ли у меня но бусины очень красивые очень качественные мне очень-очень они нравятся и я уже начала вам рассказывать про бусины свои и вот моя богатая упаковочка вот эти вот винтажные бусины остались у меня когда-то 20 назад я делала браслеты и вот у меня остались вот эти бусины у меня таких есть такие серые вот эти коричневые и я как раз вспомнила начала немножко рыться у себя в ящиках и вот нашла такие бусины посмотрите как они сюда хорошо подходят и все я зачем это искала опять же те кто смотрели меня раньше знают что я заказала квант граненый 4 миллиметровый и мне пришли такие немножко невнятные бусины вот такие вот да но вот как оказалось вот с этими бусинами с этими они могут очень хорошо подойти и можно будет тоже сделать как вы считаете напишите мне ваши идеи вот сюда он подойдет фурнитура и даже не знаю какая фурнитура здесь золото вот здесь вот чисто такое золото сейчас покажу еще раз вот видите здесь золото на этой бусине она золотая может быть да потому что она очень хорошо смотрится с этой бусиной они как раз подходят эта бусина меня 6 миллиметра вот это 8 и сюда же вот этот квант вставить он как раз будет очень приятным дополнением к этим бусинам может получиться неплохое колье надо только поискать еще может кисть сделаю да скорее всего сделаю к нему кисть теперь надо опять задача надо такой бисер покупать подходящий вот сюда такого цвета потому что золотая кисть сюда точно не пойдет пойдет вот кварцевая может кварц поменьше есть кварц двухмиллиметровый вот закажу кварц двухмиллиметровый и сделаю себе ожерелье вот это одно у меня на о я забыла вам показать самое главное сейчас смотрю на свои бусины что я приготовила чтобы показать вам как бы покупки вместе с бусинами забыла самую главную покупку вот смотрите что я еще получила я получила браслет из бронзита браслет из бронзита вот видите какой коробочки красивый он пришел ко мне упакованный прекрасно упакованный и в мешочки и в коробочке и самое главное что он не очень большой вот смотрите какие бусины шикарные у него видите прекрасные бусины красивый но как браслет сделан он конечно вот похабно но неважно они мне не нужны он мне не нужен для для того чтобы бронзит да и мне казалось что он должен быть коричневым вот посмотрите на меня ногти как раз коричневый цвета бронзы а он это зеленоватый немножко сейчас на свету но вообще он коричневый к чему я говорю я купила бусины бронзита вот у меня есть бусины бронзита 4 и 6 миллиметров и я хотела сделать с ним вот такую связку да подходит подходит один цвет видите но они матовые они матовые такие они матовые эти бусины они очень подходят и они как ни странно подошли к моим бусинам которые я считаю малахитовыми вот посмотрите они могут очень хорошо сочетаться свои бусины малахитова я могу сюда вписать а могу и не вписать но мне кажется что вот эти бусины они дадут немножко им немножко другой оттенок они подходят сюда а может и нет опять же если вы помните я купила малахит с ним но он вообще был ядовито зеленый но никак сюда не шел а вот эти бусины могут подойти и вот эти бусины кстати тоже могут сюда очень хорошо вписаться у меня тут их нет немножко вот надеюсь что хватит то есть я подумаю куда же их раньше применить а у меня их еще вот тут вот осталось немножко побольше применить их вот с этими бусинами или применить их вот с этими бусинами надо решить тоже проблемка так что если решите мне дать совет я с удовольствием вас выслушаю почитаю ваши советы ну вот это одна такая у меня вот дилемма красивым таким браслетом смотрите он маленький очень хорошо двухрядные бусины сделать из него прекрасно получится и вторая у меня дилемма вот у меня тут еще набралось вот таких вот лэндворковских оказывается квадратиков у меня есть несколько цветов но тут вот зеленые у меня почему-то только два вот два есть таких они очень красивые тоже и у меня вот тут набрались вот зеленые бусины и сейчас в связи с тем что я получила зеленые стеклянные бусины я посмотрела что вот эти мои сюда тоже к ним подходят и зеленые стеклянные что я сейчас вам показывала можно тоже что-то сделать я зеленые правда не очень люблю но вот эти стекляшки ну прям ну вот прям один в один подходят вот к этим лэндворковским моим бусинам у меня тут одна такая бусина очень красивая есть и можно тоже поискать в общем поле для деятельности я себе уже обеспечила а что будет когда одиннадцать а придут все мои заказы одиннадцатого ой 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 я даже не представляю надеюсь что вы тоже заняты и заказали себе достаточно чтобы удовлетворить все свои желания и желаю вам продуктивно работать и интересных идей по созданию украшений спасибо 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 Продолжение следует...